Октябрьская библиотека номер 2 имени Николая Жернакова представляет презентацию обитателей Арктики, китообразные и ластонуги. Арктикой называют Северный Ледовитый океан, его острова и прибрежные районы Евразии, Северной Америки и Гренландии. Из-за экстремально суровых условий видовой состав ее флоры и фауны небогат. На среде арктических обитателей много уникальных животных, не имеющих аналогов в современном мире. И сегодня я расскажу вам о китообразных и ластоногих. Абсолютный чемпион Арктики по размерам – гренландский или полярный кит. Его длина может достигать 22 метров, вес 100 тонн. Есть у него и фирменный знак – высокий на 6 метров двойной фонтан в виде латинской буквы В, которые кит выдыхает, когда выныривает на поверхность. Кормятся эти плавающие горы планктоном, крошечными рачками. Затягивают их вместе с водой в пасть, а потом отцеживают воду сквозь усы. Эластичные 4-метровые пластины с волосистой бахромой, свисающие с верхней челюсти. Вода уходит, а пища остается. За день таким манером кит собирает почти тонну корма. В прошлом в студеных водах встречались огромные стада гренландских китов – сотни голов. Сейчас их намного меньше. Большой урон нанес китовый промысел. Плавает кит медленно – 7-8 км в час. Поэтому охотникам легко было его догнать, даже на весельных лодках. Кит – животное чуткое. Заметит опасность – нырнет. Под водой он может пробыть полчаса. А если ранен и напуган, то и дольше. Но выныривать, чтобы подышать, все равно приходится. Тут-то его и подстерегал гарпунщик. Синий кит или Блювал из семейства полосатиковых. Самый крупный представитель среди китообразных. Длина тела до 33 метров. Тело удлиненное, стройное, с небольшой головой. Спиной плавник маленький и сдвинут назад. Хвостовой стебель высокий и толстый. А лопасти – с вогнутыми задними краями. Китовый уз состоит из 360 пластин на верхней челюсти. Вид является космополитом, встречается во всех открытых морях северного полушария. В российских водах может встречаться в Баренцевом море от Кольского полуострова до островов Новой Земли, включая его северную оконечность. Возможны летние заходы в Карское море. Предпочитают открытые районы морей. Встречаются единично, попарно или группами по три кита. Основу питания составляют массовые, планктонные, ракообразные. В 1967 году был введен запрет на промысел Международной китобойной комиссии. Последние годы не было отмечено ни одной встречи синего кита в российских водах. Сельдяной кит или финвал, тоже из семейства полосатиковых. Совершают регулярные миграции из умеренных вод в холодные. Летом встречаются у Шпицбергена в северной части островов Новой Земли. Может заходить и в устья северных рек. Известен случай заплыва в реку Енисей. Горбатый кит или кит-горбач из семейства полосатиковых. Один из крупных китов, длина тела до 16 метров. А самки даже крупнее самцов. На голове и нижней челюсти 40-70 шишек в несколько рядов. Спинной плавник широкий и низкий, до 30 сантиметров. А грудные плавники очень большие, длиной до 4 метров. Несколько стад горбатых китов обитают во всех открытых морях. От арктических до антарктических вод. В Северной Атлантике обитают два стада. В Североатлантическое и Баренцево-Морское. Всюду встречаются редко. В Баренцево-Микарских морях обитают в открытой части морей. А летом очень редко может встречаться в высоких широтах. К числу небольших китов, длиной до 6 метров, обитающих в Арктике, относятся белуха и нарвал. Летом белухи огромными стаями уплывают более теплые фьорды и реки, чтобы там произвести на свет потомство. Белухи называются так из-за окраски тела. У белух очень живая физиономия. Еще они умеют издавать разнообразные звуки. Поэтому англичане называют их морскими канарейками. Держатся белухи небольшими стадами. Зимой, на замерзающих полыньях, летом подходят к берегам, заходя даже в устья рек. Белуха – хищник, но опасна она только для рыбы, которая и составляет ее главную пищу. Нрав у белухи мирный. Ее часто держат в океанариумах. Она легко приучается и всегда узнает человека, который за ней ухаживает. Холодные воды, арктические льды – стихия нарвалов, единорогов. Они стараются держаться вдали от берегов и избегают встреч с человеком. В России встречается недалеко от острова Беринга, возле восточного побережья Камчатки, полуострова Аляски, в Белом море, устье реки Печоры. Иногда можно увидеть возле побережья в Сибири. На первый взгляд, нарвал не очень-то похож на единорога в нашем привычном представлении. Но давайте присмотримся к нему внимательнее. Самцы крупные весят в среднем полторы тонны. Самки немного меньше – 900 килограмм. Длину нарвалы могут вырастать до 6 метров. Цвет кожи их – от беловато-серого до желто-коричневого. Тело взрослых особей всегда покрывают многочисленные темные пятна. Бивни нужны нарвалам не для нападения и не для пробивания ледяной корки. Ее нарвал пробивает головой. Так для чего же они предназначены? Ученые пока достоверно не могут ответить на этот вопрос. Предполагается, что нарвалы с их помощью привлекают самок и отвоевывают право на первенство среди других самцов. Кроме того, бивень является чувствительным органом, определяющим изменение давления и температуры. Хвост этого морского единорога очень отличается от хвостов остальных китообразных. Сверху он похож на якорь с двумя широкими лопастями. Насколько необычна внешность нарвалов, настолько же интересен и их образ жизни. Они держатся небольшими группами до 10 особей, ведь у единорогов много естественных врагов – белые медведи и касатки. Морские единороги всегда активно общаются между собой, издавая обилие самых разных звуков – свист, щелканье, треск. Предпочитая обитать в ледяной воде, они кочуют след за арктическими льдами, зимой в южном направлении, летом – северном. Самцы делают полыньи в льдинах, через которые все члены стада могут дышать. Беременность у нарвалов длится очень долго – около 15 месяцев. Еще дольше – около 20 месяцев – самки кормят детенышей молоком. В неволе нарвалы не размножаются и живут не больше 4 месяцев, тогда как в природе доживают до 55 лет. Где и как они рожают детенышей, до сих пор неизвестно. Нарвалы предпочитают питаться головоногими моллюсками и придонной рыбой, за которой ныряют на глубину – около километра. Морж – самый крупный после кита зверь Арктики. Самцы достигают длину почти 4 метра, при массе – до 2 тонн. Чтобы искать корм в мутной воде или в кромешной тьме полярной ночи, морж использует замечательно чувствительные органы сезания – вибрисы. Это упругие, как будто сделанные из пластмассы усы, толщиной со спичку. Латинское название моржовых переводится как «ходящие на зубах». У моржей бивнями наделены не только самцы, но и самки. С помощью этого грозного оружия моржи атакуют своих соперников – моржей, а подчас даже белых медведей. Перепахивают дно, чтобы добыть моллюсков. Проделывают во льду отверстия для дыхания, а также цепляются за льдины, чтобы выбраться на поверхность. Моржи неплохие, но не блестящие пловцы и ныряльщики. Максимальная глубина, на которую они могут опуститься за кормом, составляет 80-90 метров. В отличие от белых медведей, моржей в открытом море не встретишь. Если льдина, на которой зверь неосмотрительно задержался, будет вынесена на глубокое место, то он умрет от голода. С кормежкой у взрослых моржей часто возникают проблемы. Не так-то просто найти богатую моллюсками отмель, да отковырять намертво приросшие ко дну раковины. Поэтому моржата очень долго, около двух лет, питаются материнским молоком. Свою первую полярную ночь детеныши проводят вместе с мамой, при необходимости путешествия на ее спине. Врагов у моржей практически нет. Единственный опасный звери Арктики – это белый медведь. И он сам побаивается моржа. Люди неоднократно наблюдали, как в воде моржи нападали на этого свирепого хищника. Моржи – не единственное семейство в отряде ластоногих. Многие из ближайших родственников – тюленей – также хорошо приспособлены к жизни в ледяных полярных водах. Под общим названием тюленей зоологи объединяют представителей двух семейств – тюленей настоящих и тюленей ушастых. Они хотя и принадлежат к одному отряду, но родство между ними не очень-то близкое. Когда настоящие тюлени выбираются на сушу, они могут только неуклюже переваливаться, волоча за собой покрытые мехом задние плавники. Их ушастые собратья довольно бойко передвигаются, используя свои задние ласты, как ноги. Тело тюленей покрыто мехом, помогающим сохранять тепло. Теплоизоляцию обеспечивает также очень толстый слой подкожной жировой клетчатки, который, кроме того, в случае недостатка пищи, служит источником энергии. Обтекаемая форма тела способствует быстрому продвижению в воде, а конечности превращены в ласты, причем передние используются как руль, а задние – как весла. Кольчатая нерпа или алькиба На жаргоне китобоев – ледяная крыса. Это самый широко распространенный и самый мелкий из арктических тюленей. Длина нерпа обычно немногим больше метра. Окраска может изменяться от очень светлой до темно-серой. А по основному фону разбросаны темные пятна неправильной формы. За это звери получил название – кольчатая нерпа. Обычно нерпа проводит под водой 8-9 минут, но в случае необходимости может оставаться там и минут на 20. Всплывая, она за 45 секунд успевает запастись воздухом для следующего погружения. Нерпа поедает главным образом малоценных рыб – мойву, сайку и других. Лишь однажды в желудке нерпы были обнаружены куски семги. Это единственный тюлень, строящий гнездо для своих детенышей. В марте или апреле, когда лед начинает ломаться, самка устраивает в сугробе нору с тоннелем, ведущим к вентиляционному отверстию и воде. Там у нее рождаются и проводят первые недели жизни – бельки, покрытые белоснежной мягкой шерстью детеныши. Гренландский тюлень или лысун – крупнее кольчатой нерпы. Длина матерого самца превышает 2 метра, а масса достигает 360 килограмм. Возможно, что свое прозвище он получил за окрас головы. У взрослого самца шкура желтоватого цвета, а верх головы черный. Когда тюлень высовывает голову из воды, издалее может показаться, что у него на затылке лысина. У гренландского тюленя стадный образ жизни выражен сильнее, чем у всех других тюленевых. В отдельных стадах бывают до 500 тысяч животных. Этот тюлень постоянно кочует, двигаясь по открытой воде вдоль кромки ледяных полей. Его ареал охватывает север Атлантики и Арктику, от Канады до Северной Земли, и простирается на юг до широты Ньюфаундлина. Зимой у берегов Гренландии его не встретить, но весной, когда лед начинает ломаться, огромные стада мигрируют на север, пробираясь к берегам крупнейшего острова нашей планеты. Лысун плывет со скоростью 32 километра в час, ныряет на глубину 60 метров и может оставаться под водой до 20 минут. Кормится в основном треской, а также некоторыми ракообразными. Тюлень-хохлач получил свое название из-за большого кожистого мешка в верхней части морды. При возбуждении мешок раздувается в красный шар, и хохлом торчит над головой. Хохлачи обитают в море Баффина, в Гренландском море до Шпицбергена и даже заходят в Белое море. Морской заяц или лахтак – один из самых крупных тюленей. Длина тела взрослого самца около 3 метров при массе 360 килограммов, но встречаются экземпляры длиной больше 3 метров и массой до 700 килограмм. Самки значительно мельче – 2 метра. Челюсти у морского зайца мощные, но зубы мелкие, слабые и часто снашиваются и выпадают еще до наступления старости. Характерный признак вида – многочисленные длинные уплощенные вибрисы – усы, свисающие с верхней губы. Лахтак обитает на прибрежных льдах в северной части Атлантического и Тихого океанов от Ньюфаундлина до Норвегии и от Аляски до Сахалина. Питается в основном ракообразными и моллюсками, за которыми нередко ныряют на значительную глубину. Морской заяц – зверь грузный и неповоротливый. Когда он лежит на берегу или на льдене, голова и ласты выглядят слишком маленькими для его массивного тела. Ласты короткие и широкие, на заячьи лапы совсем не похожи. Скорее уж на лапы медвежонка. И ушей у морского зайца, как у всех настоящих тюленей, нет. Почему же он заяц? Ласты у морского зайца так сильно смещены к голове, что кажется, будто растут они прямо из шеи. Передвигается с такими конечностями, он по твердой поверхности, трудно. Поэтому подтягивает вперед заднюю часть тела, а затем делает резкий бросок, напоминающий прыжок. За такой необычный для тюленей способ передвижения морской заяц и получил свое название. Многие виды китообразных и ластоногих занесены в Красную книгу России и в Красную книгу Архангельской области. Среди них нарвал, кольчатая нерпа, обыкновенный тюлень, серый тюлень, морж, атлантический, гренландский кит, синий кит, горбатый кит, сельдяной кит. На территории Арктики созданы многочисленные природные заповедники. Большой Арктический заповедник, остров Врангеля, земля Франца Иосифова, заповедник Русская Арктика, Таймырский заповедник, Ненецкий, Лапланский, Гданский и другие. Если вас заинтересовала данная тема, предлагаем вам рекомендательный список литератур. Спасибо за внимание!